Здравствуйте, в эфире рубрика «Оперативная сводка», в ходе которой я познакомлю вас с итогами работы полиции за минувшую неделю. Всего в дежурную часть поступило чуть более 300 сообщений и заявлений от граждан. Из общего числа поступивших сообщений зарегистрировано 12 преступлений, 6 из которых раскрыто. Оперативная обстановка на территории обслуживания остается стабильной. В отчетном периоде преобладают преступления имущественного характера. Зарегистрировано 2 кражи чужого имущества. В связи с этим убедительно просим проявлять максимальные меры по сохранности личного имущества. Также зарегистрировано 2 факта мошенничества. Доверчивые нефтьюганцы продолжают попадаться на уловки аферистов. Так очередная местная жительница лишилась своих денежных средств, забыв про все рекомендации о мошенниках. Ну позвонили, попросили, чтобы на карте были деньги. Потом смс запросили, не смс, а как пароль. А что продавали, где продавали? В шубу продавали. А на каком-то сайте или где? Авито. И на какую сумму вас обманули? На 4 500. Также с стражами порядка продолжается работа в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ. За минувшую неделю правоохранителями зарегистрировано 6 фактов покушения на сбыт и 1 факт незаконного хранения наркотиков. Общая масса изъятого состояла порядка 700 грамм. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Также информируем о том, что на территорию игры стартовал первый этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленный на привлечение внимания общественности к проблеме наркомании, формирование негативного отношения к употреблению психоактивных веществ. Акция продлится до 22 марта. Уважаемые нефтеюганцы, если вы располагаете информацию о местах хранения, сбыта и потребления наркотических средств, а также о лицах, распространяющих наркотики, убедительная просьба не оставаться равнодушными. Сообщите в полицию. Телефон дежурной части 29 56 10 либо 02. Также напоминаем о внимательном обращении с купюрами номиналом в 1000 и 5000 рублей. Как распознать фальшивку, расскажет заместитель экспертно-кабиналистического отдела Раис Бахтигриев. Получив купюру денежную, необходимо на что обратить внимание, на какие признаки подделки, как правило, мы обращаем внимание при поступлении денежных купюр на исследование, либо на экспертизу. В первую очередь, это, конечно же, водяные знаки, которые отображаются на белом фоне. Они имеют небольшой микрорельеф, ощутимый на ощупь. Также это можно увидеть на просвет, небольшое изображение головы, а также цифер. На пятитысячных купюрах в виде цифр 5000 и на белом фоне это можно увидеть с обеих сторон. Также, на что необходимо обратить внимание, это на микроотверстии, которые также отображаются частично на белом фоне, а также на изображении, частично на изображении денежной купюры. В виде таких вот микроотверстий, они тоже видны на просвет, располагаются вот таким вот образом, циферки 5000, значит, это можно тоже увидеть невооруженным взглядом. Так же, на что необходимо обратить внимание, в первую очередь, еще герб, переливание, значит, идет из-за цвета герба Ярославля, к примеру, да. То есть, при повороте под определенным углом изображение герба, вот, цветовая гамма меняется. Ну, это тоже вот можно увидеть. На что еще можно также невооруженным взглядом обратить внимание, увидеть. Чаще всего, при подделке, значит, не указываются такие признаки, степени защиты, как микроволокна. Вот они, если посмотреть на белом фоне, значит, они разного цвета бывают и, как бы, напоминают нити. Вот их можно тоже вот увидеть. По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции продолжается розыск гражданина Мурыгина Кирилла Александровича, 1987 года рождения. Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, убедительная просьба незамедлительно сообщить в полицию. Кроме того, правоохранители напоминают гражданам о необходимости своевременной оплаты административных штрафов в установленный законом срок, который составляет 60 суток. В отчетном периоде на улично-дорожной сети города зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 2 человека. В отношении одного нефтьюганца возбуждено уголовное дело за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Полицейскими выявлено и сдокументировано более полутысячи административных правонарушений, в том числе по линии ГИБДД. А также проведено три профилактических мероприятия, направленных на предупреждение пресечения преступлений, а также на обеспечение безопасности дорожного движения. Отдел МВД России по городу Нефтьюганску объявляет набор на службу в полицию на различные должности в основные подразделения. Требования кандидатам гражданства Российской Федерации – возраст до 35 лет, образование не ниже среднего, способность по состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. Высокая заработная плата, полный соцпакет и, конечно, самая важная и интересная работа гарантированная. По всем вопросам обращаться по телефону 29 56 06. А у меня на этом все. Самые свежие новости о деятельности городской полиции вы можете найти в официальных группах полиции Нефтьюганска, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Инстаграм. Будьте бдительны и всего вам доброго!